Мишусин поменяет правила прописки в домах и квартирах с 1 июля 2022 года. На радость водителям Верховный суд принял новый закон. На каком расстоянии камера фотографирует нарушение скорости? Банк России по-новому поборется с закредитованностью граждан. Друзья, рад всех приветствовать. Разберем последние изменения в нашем законодательстве. С вами сегодня буду я, юрист-эксперт Евгений Корсакин. Поехали! На радость водителям Верховный суд принял новый закон. Отныне сотрудники ДПС не смогут останавливать водителей на таких участках дороги, где находится знак «Остановка запрещена». Все водители прекрасно знают о том, что даже если ты произвел остановку под знаком по первому требованию инспектора ДПС, то это не отменяет того факта, что тебе прилетит штраф за нарушение правил дорожного движения. Если на данном участке будут камеры, но все же есть один нюанс, по которому остановить тебя не смогут. А связан он с тем, что сотрудникам потребуется твое авто для погони или предотвращения преступления. Мишусин поменяет правила прописки в домах и квартирах с 1 июля 2022 года. Первое. Теперь зарегистрироваться по месту жительства станет еще проще. Для этого нужно будет зайти на сайт госуслуг. Вот так легко в электронном формате можно будет подать заявление на госуслугах для оформления прописки. В итоге вам достаточно будет прийти в орган только один раз для того, чтобы поставить отметку в паспорте. Второе. Если вы хотите сделать временную регистрацию, то даже и единожды ходить не придется. Документ пришлют вам на электронную почту. Ну и третье. Еще один пункт в новых правилах. Экстрит реальность. Это значит, что мы сами вправе выбирать любой орган учета. Конечно, в пределах городского округа или муниципального района. На каком расстоянии камера фотографирует нарушение скорости? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Одна из самых распространенных моделей на наших дорогах – это стрелка СТ. Заявленная дальность действия составляет 1 км. Однако это не совсем так. В ясную погоду днем стрелка бьет примерно на 400 метров, ночью и при осадках этот показатель порядка 200 метров. Некогда очень распространенная арена. Сейчас заменяют более продвинутыми устройствами. Эта камера способна фотографировать на расстоянии порядка 150 метров. Наземная установка сокращает дистанцию примерно на 30%. Дальше. Компактный автоураган. Получился распространение за счет невысокой стоимости и простоты обслуживания. Он способен фиксировать объекты, движущиеся со скоростью не более 150 км в час на расстояние порядка 200 метров. Камеры автодория рассчитаны на замер средней скорости транспорта и средств. Автодория может запечатлеть объект на расстоянии не более 100 метров. И нелюбимые водителями триноги представлены в нескольких моделях. Распространенные так называемые «крисы» способны фотографировать на расстоянии порядка 150 метров. В реале – 100 метров. Банк России по-новому поборется с закредитованностью граждан. Растущая закредитованность граждан заставляет Банк России применять более агрессивные методы борьбы с долговой нагрузкой. Вместе с косвенным охлаждением рынка ЦБ планирует заняться и прямым ограничением. Выдача кредитов. Если было полезным, давайте поставим этому видео лайк. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще больше полезной юридической информации. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok